Цветы, подарки и теплые слова благодарности за самоотверженный труд. В преддверии Международного Женского дня в областной больнице поздравили женщин-медиков. При высоком профессионализме, самоотверженности, самоотдаче и преданности делу, еще наши женщины, медицинские работники, остаются красивыми, милыми, прекрасными, великолепными хозяйками, женами, заботливыми мамами. И это все сочетается в одном человеке. Вот низко преклоняюсь, желаю всем женщинам крепкого здоровья. К торжественной встрече присоединились и члены общественного совета «Химки. Интересно жить». Мы сегодня в нем поздравления, конечно, сказать им большое спасибо за их подвиг, потому что уже второй год они борются с пандемией, рискуя жизнью, работают в красной зоне. Несмотря на то, что количество заболевших COVID-19 в округе с начала пандемии уменьшается, врачи продолжают круглосуточно работать в опасной зоне. Большая часть медиков, которые ежедневно помогают ковидным пациентам – женщины. Врачи, конечно, проявляют максимум усилий, рискуя своими жизнями, лечат людей. И, слава богу, все идет на спад. В преддверии 8 марта представительниц прекрасного пола поздравили и в клубе «Активное долголетие». Для женщин-медиков организовали музыкальный концерт. На сцене выступил популярный исполнитель Николай Бурьяновский. «Активное долголетие», «Активное долголетие». «Активное долголетие» «Активное долголетие» «Активное долголетие» «Активное долголетие» «Активное долголетие» «Активное долголетие» «Активное долголетие»